Говоря о горе Ахульго, дагестанцы вспоминают великого имама Шамиля, мужественно переносившего вместе со своими мюридами многолетний натиск царских войск во времена Кавказской войны. В рамках празднования 220-летия со дня рождения великого имама Дагестана и Чечни в Унцукульском районе на территории культурно-исторического комплекса Ахульго состоялся республиканский маджлиз алимов. Тему продолжит Абдул Алиев. Горы Ахульго – символ героизма, крепкой веры и любви к своей родине. В обители падших за веру героев был проведен маджлиз ученых-богословов Дагестана. На масштабном богоугодном мероприятии собрались тысячи верующих со всех уголков республики. Перед собравшимся выступали имамы, политики и религиозные деятели. Они вспоминали историю жизни великого имама Шамиля, говорили о его духовном наследии. Отмечалось, что имам Шамиль был любимцем Аллаха, духовным наставником очень высокого уровня, человеком, которого Всевышний одарил ясным умом. Наши имамы, которые придерживали строго путь нашего пророка, с самого раннего детства, они были заняты науками. Еще в 6-7-летнем возрасте имам Шамиль и его старший друг, первый имам Дагестана, имам Гази Мухаммад, они обучались у деда Гази Мухаммада Исмаида. Это был очень известный ученый того времени, и он находился в селении Коранай Муадзину. И обучал у него первоначальные знания. Они в дальнейшем в Ази Мухаммад и Шамиль отправились к разным ученым Дагестана. Где бы не слышали, что есть хороший опытный муадзин, они отправлялись к ним. Полномочный представитель Муфтеатра Республики Дагестан в Южном территориальном округе Махди Абидов затронул тему духовного самосовершенствования. На сегодняшний день, по мнению Богослова, люди уделяют мало внимания работе над улучшением собственного нрава и мало кто заботится о своем духовном мире. Басанник Аллаха, салли Аллаху, сказал, что в теле человека есть кусок мяса, когда он хороший человек, тоже становится хорошим, а когда он плохой человек, тоже становится плохим, это сердце. Поэтому, дорогие братья и дорогие сестры, контроль за сердцем, это является одной из частей нашей религии. Например, в хадисе, который Умар, али Аллаху, передает, большой хадис, где один человек спрашивает пророка про иман, ислам, ихсам, там же басанник Аллаха отвечает, ихсам, это служит Аллаху так, как будто ты его видишь, хотя ты его не видишь, он-то тебя видит. Исполняющий обязанности муфтия Республики Дагестан Абдулла Аджимулайф в своем выступлении отметил, что нужно испытывать уважение к духовным ценностям, которые исповедовал имам Шамиль. Любить религию, стремиться к довольству Аллаха и пророка, мир ему и благословение Аллаха. Алхамдуллах, у нас внутри это есть любовь к нашим праведникам, любовь к нашему любимому имаму Шамилю, есть эта любовь. Но надо чуть-чуть напомнить нам, кто такие наши благородные праведники, и держать, оставить, сохранить то, что они нам оставили. Остается одна проблема единства, проблема единства среди братьев и сестер. Здесь, уважаемые братья, мы должны подумать, а что мы делим, зачем нам разделяться, зачем нам по разным комнатам отделяться. Вопрос же возникает в то время, когда Аллаху Та'ала у нас един. Завершилось мероприятие коллективной молитвой. Толпы верующих вздымали свои руки с молитвой о благополучии и процветании нашего родного края. Абдулла, Оливий Джалмагомедов, Ибрагим Абдулаев, телеканал ННТ, Ахульго, Унцикульский район.